Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И мы здесь собрались неспроста на том же месте, на этом же диване, где мы в последний раз с Полиной снимали видео. Это наше последнее видео. Походу, не последнее. Не последнее далеко еще нет. Спустя год мы снова тут. Я даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, с того, что... С чего начать-то я не могу. С того, что я тут, по крайней мере, это уже необычно. Да, мы собрались здесь для того, чтобы снять для вас ролик обмен домами. Обмен домами, обмен комнатами, обмен квартирами. В принципе, без разницы, потому что я переехала. Переехала я больше года назад. Примерно через полгода где-то, да, когда мы с тобой сняли тот ролик. Ну, где-то так, да. И плюс-минус тогда я уже заканчивала свои отношения, которые полностью трансформировали меня. Ну, и Полинка, как вы видите, тоже изменилась. Ну, так нехиленько. Спустя год. Да, мы очень внутри изменились. И как тебе живется, дорогая моя? Слушай, прекрасно, Карина, мне живется. Не, иногда мне становится грустно, что Карина сейчас не со мной, не здесь. Мы стали меньше ссориться за то с тобой. Намного. Мы ссорились каждый день раньше. Сейчас, когда я живу отдельно, у нас практически, да вообще у нас нету ссор. Мы просто не достаем. Мы иногда проскальзывают. Так что сегодня мы поменяемся нашими обстановками, даже отчасти жизнями поменяемся, потому что Полина даже когда ко мне в гости приходит, не так рассматривает какие-то детали, ящики, все, что у меня стоит. Я сейчас супер-мега-обзор сделаю. И я тоже. Поэтому мы желаем вам приятного просмотра. Мне очень непривычно сейчас сидеть перед камерой, я очень отвыкла и я очень волнуюсь. Мы с Кариной очень надеемся, что вам понравится это видео, потому что мы реально очень старались, мы продумывали. Давайте наберем под этим роликом 20 тысяч лайков, и как только мы наберем 20 тысяч лайков, я обещаю вам, что тут же выложу еще одно видео с Полиной. Это называется ваша прекрасная активность, которая нам необходима для того, чтобы мы продолжали снимать контент. Правильно? Правильно. И также мы подготовили небольшой интерактивчик, мы спрятали по всему видео много букв, из которых вы должны собрать слово и отправить Карине в директ. Да, ник вы сейчас видите на своих экранах, все ссылочки на социальные сети я оставляю в описании. Ну а это обмен жизнями, обмен квартирами, обмен комнатами. Мы желаем вам приятного просмотра, можем начинать. Поехали! Ну что, дорогие мои, прямо сейчас я стою на фоне двух прекрасных дверей и двух дверей по бокам. Справа от меня находится моя комната, в которой я провела практически все свое взросление, а слева от меня находится Полинина комната, в которой она проводит большую часть своего времени. Я думаю, что мы сегодня посмотрим еще и мою комнату, ну даже не думаю, а 100% посмотрим, потому что мне тоже хочется окунуться в воспоминания, посмотреть, что там осталось, порыться по ящикам, потому что я этого очень долго не делала. Что там осталось, может быть, что-нибудь я вообще заберу обратно к себе в квартиру. А прямо сейчас мы с вами будем заходить в Полинину комнату, где тоже очень много всего новенького появилось, и я в этом уверена. Погнали! Добро пожаловать в первую комнату Полины! И сразу же мне бросается в глаза ее прекрасный туалетный столик, который немножечко, так скажем, видоизменился, потому что до этого тут стоял полноценный, реально готовый туалетный столик, но Полина решила его убрать, дабы в комнате было больше места. И именно поэтому из моей комнаты было стырено зеркало, которое и так не использовалось, обклеила Полина его всякими наклеечками чудесными, да, тут на тумбочку поставила это зеркало и как бы составила косметику, которую она использует. Сразу же я вижу у нас тут хайлайтеры румяна Dior, тушь Gucci, всякие чудеснейшие духи, от Victoria's Secret всякие спрейчики, зелинский парфюм, блестящее масло для тела, которое мне на 18-летие дарил Владос Мирос, это я никогда не забуду. Но, блин, что-то я его не так часто использовала, потому что на пляж я так и не доехала нормально. Поэтому это масло прекрасно стоит в Полининой комнате, я им иногда пользуюсь, и Полина тоже. Сумка, которая буквально месяца два назад была моей, теперь стала Полининой, потому что я ее не всегда использую и решила подогнать, чтобы Полина ее носила. Выглядит она вот так, разрисована одним популярным дизайнером, художником, да. Ну и, собственно, посмотрим, что лежит у нас в Полининой сумке. Правда, Полина мне сказала этого не делать, но да ладно, ничего страшного, думаю, она об этом не узнает. Итак, первое, что мне бросается в глаза... Майонез из Макдональдса. Прекрасно, окей, идем дальше. Зелинский духи. Полина Амбассадор у нас Зелинский, походу, потому что тут у нас еще и антисептик, крем для рук, наушники. Не знаю, зачем они ей, если есть вот такая вот прекрасная новинка, которая недавно у Полины появилась, о которой она мечтала. Тут же у нас сразу же дофига всяких помад, блесков, ключи от квартиры и колечко, которое тоже выглядит очень красиво и украсит мою руку. Надеюсь, Полина не заметит, я пока с ним похожу, так скажем, с Полининой энергетикой в Полининой комнате. Пока Карина делает супер-мега-обзор моей комнаты, я покажу всю ее квартиру. При входе мы сразу видим вот эту дверь, и когда мы ее открываем, мы видим дофига шмоток. Это гардероб. Здесь куча всяких сумок, куча духов, куча кроссовок, половину из которых она не носит. Дофига сумок, она недавно купила сумку Дизель, где-то еще одна сумка Дизель лежит, и опять недостаточно, тоже она недавно купила себе сумку Гуччи. У меня за всю жизнь, мне кажется, было меньше сумок, чем у нее сейчас здесь на этом столе лежит, и я уверена, что половина из них еще там разбросана по всей квартире. Вот эти каблуки, это просто что-то, она их купила за просто, я не знаю, сколько рублей. Мне кажется, у меня вся комната столько не стоит, как эти каблуки, я не знаю. Она их купила, надела один раз на мероприятие, и забыла про них. Эту куртку она себе купила недавно, ни разу ее не надела, зато так мне хвасталась. Дофига просто этих курток, она носит только одну. Вот эту вот. Очень много духов, я просто обожаю духи, это просто моя слабость. Если захожу в парфюмерный магазин, я из него не выхожу. Здесь дофига духов, эти духи подарила я, и они очень вкусно пахнут. Я уже забыла, как они открываются, вот так. Просто шикарные духи. Вот эти мои самые любимые духи, и Карина ими тоже часто пользуется, потому что она их купила относительно недавно, и тут уже половины нету. Зелинский, это моя тема, наверное, вы по моей комнате могли догадаться. Вот эти кроссовки она носит очень часто, и они, похоже, как-то по вайбу подходят. Нью-роки она купила себе, ни разу их не наделала, ну, может быть, на одно мероприятие, на какое-то просто. Я никогда не видела, чтобы она в нью-роках ходила, я их сейчас померю. Это та обувь, которая подходит очень мало кому, и мне кажется, сейчас она на мне очень странно будет смотреть. Ну, как вам такое, друзья? Достаточно дрилова. Полина Ракелян в нью-роках. Окей, с гардеробом понятно. Зеркало. Друзья, это просто жесть. Что это такое, Карина? Как тебе не стыдно? Что за разврат? Справа у нас чудеснейший шкаф, который мне сказали не открывать, потому что там присутствует небольшой беспорядочек. Но я быстренько это сделаю и закрою. Я же нарушаю правила, я люблю это делать, поэтому идем дальше. Не знаю, как у Полины сделают обзор на мою комнату, но я хочу показать вам все. Поэтому мы видим тумбочку. Эту свечку делал один прекрасный бренд, и я их дарила на женской встрече на своей, также маме подарила, Полине подарила. Эту тоже свечку Эпольке дарила, она запахом огурца, очень приятно и свежо пахнет. Книжка, которую Полина читает, это у нас Александр Иванович Куприн. Яма. Писатели, объединившие поколения. Вот такая вот книга. Полина, кстати, очень много читает, на что я обращаю внимание. Я читать просто ненавижу. Итак, тут у нас спички. На спичках написано, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму? Согласна. Вот таким прекрасным образом мы зажжем первую свечу и зажжем вторую свечу. А эта свеча, кстати, пахнет карамелькой, очень вкусно. Также у нас тут лежит солевой камушек и прекрасный аромодиффузор, который очень вкусно пахнет моим прошлым парфюмом. Чудесная, удобная, уютная кроватка, которая раньше стояла боком к стене, но это было не по фэншую, поэтому наша мама с папой решили переставить больше трех лет назад эту кровать вот так, что, в принципе, оказалось удобно и круто. Кстати, Полина не могла раньше спать, когда кровать стояла не по фэншую и стояла лицом, так скажем, к окну, ну, головой к окну. А сейчас, когда Полина спит вот так вот, у нее тут самый, что ни на есть, чудесный сон. Так что, ребята, фэншуй, это ванна. Здесь мы заходим на кухню. На этом холодильнике висят вот такие вот фотографии. Это с Карениных встреч, вот этих женских. Это наша фотка, она сказала мне нормальное лицо сделать. Внимание, какое лицо сделала я. Розы ей постоянно дарят цветы, я ей завидую, пипец как. Мне никто цветы не дарит. Здесь у нее дофига всего, она ничем этим не пользуется. Это тостраница. Ладно, чайником я пользуюсь, когда приезжаю к ней. Соковыжималка просто дофига. Чаще всего она пользуется вот этим, потому что это корм для собаки. Давайте ее порадуем. Все, собака поест. Собака сейчас в той комнате, чтобы она нам не мешала. И потом, в самом конце, мы зайдем в эту комнату, и я вам ее покажу. Пока что кухня. Здесь вот такая инсталляция, друзья. Ты, наверное, для благовоний, вот я вижу, зажигаешь. Здесь вот такой вот ковер для стола. Книги всякие волшебные. Здесь какие-то записи. Пипец, реально дома у ведьмы. Дальше у нас вот такой вот макбук. Это мой старый телефон, который я ей отдала. Я не знаю, она вроде как им не пользуется, но он здесь лежит. По утрам пьет кофе, и каждый раз пустые стаканчики лежат здесь на столе. Дальше здесь значение каждой карты Таро. Здесь написано мелким шрифтом. Это просто. Вот такие опять непристойности. Карина, что это такое? Дальше мы перебираемся к рабочему столику, который такой небольшой по размеру, я вам скажу, но зато очень комфортный, уютный. Тут сразу же мне бросается в глаза планшет. Но он походу выключен, и Полина его не использует, поскольку у нее есть макбук, который лежит на этой кровати. Видимо, он сейчас уже реально понужнее будет. Вот такой вот черепок, в котором у нас лежит линейка, три ручки, закладки, текстовыделители, замазка, ножницы и очень много всяких принадлежностей интересных. И тут у нас таблица умножения на линейке, на всякий случай. Кстати, половину таблицы умножения я уже не помню. Но считаю, что почерк у меня, конечно, похуже будет, чем у Полины. ОГЭ, чтобы вы понимали, Полина сейчас в девятом классе. И, если честно, я с этого в шоке, потому что я, когда вообще в Москву переезжала около семи лет назад, я переходила в седьмой класс. И чтобы вы понимали, Полина сейчас в девятом. И для меня это огромный шок, потому что Полина для меня до сих пор ребенок. А я уже в девятом классе, что только не делала. Я вам честно скажу, как бы я не верю, что Полина в этом году сдает ОГЭ. У меня нету слов просто. Собственно, тут у нас плакатик. Что там, шпаргалка? Прекрасно. Плакат Playboy. Как раз для школы, я считаю. Чудесно. Давайте заглянем в холодос. Чем питается Карина Ракелян, друзья? Я вижу орехи, миндаль, два яйца. А на случай, если она захочет что-то приготовить в какой-то веке, обычно такого не происходит. Ребят. У меня вопрос. Я предполагаю, что это для собаки. Либо Карина решила этим немножко попитаться. Я не знаю, это для Карины или для собаки, но я тоже люблю такие штучки. Окей, с кухней все. Первое, что мы видим, когда заходим в зал, это вот такое приспособление. Опять очередной разврат. Карина, что это такое? Как тебе не стыдно? Что за сквернословие здесь на стене висит? Дальше Карина у нас рисовала карту Таро. Мне кажется, очень красиво получилось. Мне нравится так стоит. Помимо того, что она ведьма, она еще и спортсменка. Это чтобы мышцы разгонять. После тренировки мышцы заболели. Вот так вот делаешь. И мышцы разгоняешь. Две полочки у нас тут стоят. Две Полинины сумочки. Тут у нас три сумки имеются. Вот такая вот черненькая, которую Полина носит чаще всего. Также есть вот такая вот белая сумка, которая раньше была моей. Тоже чудесно выглядит. Черная книга. Книга. Черная сумка. Вот такая вот стандартная черная сумка. Это вообще эту картину я описала, когда общалась с чувачком, который меня учил делать вот такие вот граффити. И мне кажется, неплохо получилось. К Хэллоуину, так скажем. Далее у нас вот такое чудесное кресло, на котором Полина сидит и разговаривает со своими друзьями. Мальчиками, с которыми флиртует. Ну и, в принципе, отдыхает. Кстати, кресло очень удобное. На нем как угодно можно расположиться. Я раньше постоянно на нем чилила. Тут у нас сразу же ящичек, в котором всякие штучки, которые Полина вообще не использует. Тут как бы ее старые увлечения, да. А сверху вот эти вот тетрадки. И, кстати, имеются карты Таро. И чтобы вы понимали, я в последние дни вообще очень часто обращаю внимание на старший аркан смерти, потому что он означает трансформацию. И я сейчас как раз прохожу еще одну трансформацию в новую жизнь. И в последние дни я реально это очень начала ощущать. Первая моя трансформация была из веса практически под 80 килограмм в 55 килограмм. И переосмысление в целом жизни. А сейчас у меня происходит более глобальное взросление и возвращение на YouTube. Новые знакомства и новые всякие обстоятельства. Сейчас я спрошу, как пройдет сегодняшняя съемка. Карты уже начали с нами чудесно разговаривать. Тут сразу понятно, да, что съемка пройдет чудесно. Двойка кубков, прекрасное времяпрепровождение, прекрасные обстоятельства, два человека. Ну и мы надеемся на то, что вам тоже понравится этот ролик. По двойке кубков в любом случае все должно быть чудесно и замечательно. Ну и раз уж мы говорим о картах, я думаю, вы и так прекрасно знаете, что я сама являюсь мастером Таро и умею прекрасно делать расклады, имею свою базу клиентов. Но так уж вышло, что мастер Таро не всегда может достоверно считать информацию, если делает расклад самому себе, потому что может слишком высокую значимость придать тому или иному вопросу, как и происходит у меня. У меня есть несколько вопросов, которые для меня действительно очень важны. И когда я их задаю картам, я либо начинаю переживать, либо начинаю нервничать, либо начинаю трактовать в свою пользу, дабы избежать каких-то негативных значений. Ну и именно поэтому у меня есть вопросы, которые действительно для меня очень важны. И прямо сейчас я проконсультируюсь у Таролога, которая ответит на все мои вопросы, и вы побудете вместе со мной. Погнали! Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Меня зовут Ирина, как могу вам обращаться? Карина меня зовут. Очень хотелось бы узнать по личной жизни. Вы стали более холодной в целом. Да. Вас это прям очень сильно беспокоит, и я так понимаю, что это влияет не только на сферу отношений, это влияет и на действия, возможно, с друзьями, еще что-то. Вообще, как может быть, несколько депрессивная история, да? Вы там вообще, да, шикарная такая девушка. Спасибо. Я уверена, что на вас прям обращают внимание, но бывает вплоть до того, что вообще абсолютная тишина, затишье. И ваше солнышко на самом деле, солнце это самый такой благоприятный Аркандор, ваш выход в солнце идет в тот момент, когда вы перестанете от этой ситуации бегать, вы взглянете прямо в лицо, в страху своему. На удочку таких людей попадаются только сильные женщины, потому что у слабых ломать нечего. Да, и это не значит, что вы еще раз обязательно попадетесь на такую удочку. Я бы советовала в таком случае, ну, естественно, вы ходили к психологу, может быть, прорабатывать? Да, 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 я ходила, но почему-то мне не хочется с ними так часто делиться какими-то вот такими моментами. Я, в принципе, это все прорабатываю, но тут дело в том, что все равно почему-то притягиваются. Именно вот прям притягиваются какие-то не такие, а они меня отталкивают, то есть я их к себе-то не подпускаю. Ну, во-первых, это да, это опять-таки то, что вы не до конца отпустили эту ситуацию. Во-вторых, ну, в какой-то степени, да, несмотря на то, что мы там нашли в себе силу уйти, у нас в мозгу происходит все равно процесс, как я жертва. Ну да. И в какой-то степени, значит, внутренне в эту историю, и почему по-хорошему бы все-таки сходить к психологу хотя бы на несколько сеансов, чтобы несколько ослабить, наверное, вот это вот в себе мнение. Здесь нужно убирать вот эту вот мысль о том, что он меня обязательно нападет. Ну да, да, да. Они же как хищники чувствуют. И, соответственно, вот они к вам притягиваются. Я вам покажу эту карту, надеюсь, будет видно. Вот она с мечами сидит. Да, да, да. Страхи, страхи, сомнения, да, 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 да. А сзади, вот он все равно на нее нападает. Вы сделали то, чего не могут сделать большинство. Вы попытались себя просто сразу же после такой достаточно травмирующей истории впихнуть в жизнь. И вот надо, наверное, дать себе какой-то вот карантин. Ну и честно, ребят, хочу вам сказать, что это было невероятно. У меня сейчас такие приятные эмоции. Я прекрасно понимаю, что действительно в онлайн-сервисе Лунара сидят самые настоящие специалисты и мастера своего дела. Самые настоящие мастера Таро, которые умеют даже с помощью психологии найти правильный подход к клиенту и разобрать просто все, что его волнует. Мне было настолько приятно слушать женщину, с которой я общалась. И я поняла действительно, над чем мне нужно работать. Я поняла, во что мне нужно углубиться. И я поняла, на что мне нужно ставить фокус внимания. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите проработать, обсудить и найти действительно решение проблемы, то рекомендую вам сервис по подбору торологов Лунара. Лунара — это онлайн-консультации с торологами, которые работают на стыке психологии и торо. Что мне больше всего понравилось, на сайте много торологов, и вы можете выбрать своего по фото и описанию. Также вы можете послушать аудиоприветствия каждого эксперта и почитать отзывы клиентов. И звонить можно с любого устройства, скачивать ничего не нужно, звонок происходит прямо на сайте. Ну и все происходит очень просто. Регистрация, подбор торолога, ну и в моменте консультации ответ на все ваши вопросы. Ну и с экспертами, естественно, можно созвониться сразу. Они отвечают вам в течение двух минут, и одна минута консультации стоит всего лишь 59 рублей. То есть общаться можно столько, сколько вам угодно. Конфиденциальность клиентов тоже есть. Вы можете либо изменить имя, либо выключить камеру и не разговаривать по видеосвязи. То есть так, как вы хотите. И это меня пипец как порадовало. Поэтому, ребята, я реально рекомендую вам сервис Лунара. Переходите по ссылочке или сканируйте QR-код. И пишите потом обязательно в комментариях, как вам консультация с мастером Таро. Мне кажется, вам 100% понравится, потому что я в восторге. Ссылочка в описании, QR-код здесь. Итак, дорогие мои, дальше у нас тут что имеется? Вот такая вот штука для того, чтобы делать какие-то подделки, сглаживать их утюгом. Мы раньше с Полиной покупали этот набор, думали, что будем им пользоваться. В итоге он уже несколько лет просто пылится в ящике. Но я очень рада, что Полина хотя бы колоду Таро иногда трогает и делает какие-то раскладики. Вся в меня хотя бы в этом. Это блогером она стать не хочет. Такая чудесная лягушечка, которая приносит удачу. Как она вам? Мне кажется, прекрасно выглядит. Дальше у нас здесь вот такой стол волшебный. И здесь опять Таро. Какие-то кристаллы. Карина Таро. Авторские расклады. Книга «Страшные истории» Карина Ракелян. Все прям вот реально волшебно выглядит. Здесь Карине подарили цветочки. Опять ей подарили цветы. Почему ей, а не мне? Вот такие здесь инсталляции. У меня такой же в комнате. Карина очки практически никогда не носит, но у нее их очень много. Прада я вижу очки. Достаточно похоже на Карину Ракелян? Дальше здесь какой-то порох. Непонятный. Что это такое? А, это пахнет благовониями. Это, наверное, тоже какой-то вид. Еще одна колода Таро. Опять книга какая-то по Таро или что это? Какой-то кубок. Топ-мейджик. Это тоже Карина учится где-то. Получает какие-то награды, грамоты и так далее. Здесь у нее золотая кнопка Ютуба за 1 миллион подписчиков. Далее сертификаты по окончании курса по Таро. И серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков. Вот прям видно, как она росла. Карина Таро, еще каких-то Таро. Дофига всяких колод. Я не знаю, просто можно их трогать или нет. А, у нас это здесь даже ковер Таро. Мне очень нравится, как он выглядит. Карина его где-то заказала. Прям реально дом-ведьм. Ну и последний ящик в комнате Полины. Это ящик, в котором тоже практически ничего интересного нет. А, тут есть еще даже камушек очень красивый. А, ну да, я же вам рассказывала, да, что изначально меня Полина повела в магазин магии и эзотерики. Именно тогда я столкнулась с картами Таро и начала их учить. Полина мне сказала, давай мы с тобой сходим в магазинчик, я куплю себе камушков всяких, благовоний и прочее-прочее. Она мне сказала, возьми себе карты Таро. И вот я взяла карты, они у меня простояли три месяца и пошло-поехало. В итоге я сейчас мастер Таро и прошла более пяти обучений. И у меня куча клиентов и уже есть свой клуб Таро. Закрытый клуб Таро, в котором, кстати говоря, я делаю общие расклады и расклады вообще в целом своим клиентам и вытягиваю карты дня. А прямо сейчас мы переходим в мою комнату, в которой вспомним былые времена. Заходим в спальню, здесь нас встречает Моника, которая пошла уже есть еду, которую я ей положила. Здесь у нас кровать. Карина, вау, она перед съемкой первый раз за жизнь ее заправила. Меня это очень радует. Здесь я вижу одежда, свитера всякие. Вот это просто, друзья. Вот это просто ведьминский костюм, я считаю. Почему у меня все валит? Цепи висят. Я очень злюсь на Карину за этот поступок. Это была офигенная футболка. Вот, ну, она взяла, отрезала у нее рукава. Не понимаю, зачем она это сделала. Вот, и теперь она это не носит. Здесь вот такой вот балкончик. Там пипец плюс вайп, друзья. Сейчас мы зайдем. Вот так садишься элегантненько. Сидишь, размышляешь, медитируешь и слушаешь аффирмации, как Карина делает обычно. Здесь вот такие опять непристойности всякие лежат. Как не стыдно, как не стыдно, Карина. Ну, и уже справа находится моя комната, в которой я проводила большую часть своего времени. Снимала страшные истории, смотрела всякие фильмы, сериалы и вообще наслаждалась жизнью. В принципе, как и сейчас, но я очень скучаю по этой комнате, поэтому прямо сейчас я вам ее снова покажу. Та-да-да-да-да-дам! Итак, первое, что мне бросается в глаза, это вот такой вот плакатик. Тут мне, по-моему, лет 15. Я только-только сделала себе каре, накрутила волосы, у меня уже была прекрасная фотосессия. Это, если что, ник моего инстаграма. Так что, дорогие мои, по-прежнему подписываемся. Хочу, чтобы там снова стукнуло 2,5 миллиона подписчиков. Итак, тут у нас чудесная цитата. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам, это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Я полностью согласна, меня эта прекрасная фотография и цитата до сих пор мотивирует, и висит она уже тут больше трех лет. А справа у нас тут находится ящичек, в котором имеется очень много всего, я вам скажу. Всякие вот такие вот подставочки, которые раньше стояли на фоне моих роликов, да, на фоне камина с телевизором. Но, чтобы вы понимали, телевизора сейчас нету, телевизор сейчас находится на даче, потому что тут редко кто его включает. Имеется моя детская фотография, которая очень красиво стоит и радует глаз по сей день. Тут я явно чем-то напугана, и тут мне, по-моему, годика 4 или 5 изменилось? Мне кажется, что да. Следующее, что у нас тут лежит, это прекрасная картина, которую мне рисовала моя фанатка. И она мне настолько понравилась, у меня тогда были розовенькие пряди, очень красиво выглядит, и я ее до сих пор храню. Вообще, я храню ваши рисунки, даже с фан-встреч, и у меня имеется еще один рисунок, который мне тоже подарили на фан-встрече. Вот такая вот красота. Еще в этом ящике моя старая подделка из полимерной... нет, не из полимерной, это у нас обычная глина, и я ее делала в начальной школе. Это вот такая вот девочка в платье. Симпатично-симпатично, две коробки от Cartier, от моего кольца Cartier и от моего браслета Cartier. Не знаю, что они тут забыли, по-моему, должны быть у меня дома, но ничего. Тут тоже красиво стоят, радуют глаз, и, в принципе, пока мне они не нужны. Закрыли балкон, здесь у нас лежит Карина Амбассадор Шишкиного леса, она пьет только эту воду. Здесь у нас всякие украшения лежат, сейчас я все надену, буду как Карина Аркелян. Кисть размером с мою голову, Карин, что ты ей делаешь, мне интересно. Здесь у нее лежит косметика всякие, палетки. Карина вообще обычно сама не красится, но у нее косметики раза в три больше, чем у меня, хотя я окрашусь каждый день и сама. Ну и все, но здесь она практически не проводит свое время, потому что, опять же, она красится у стилистов. Носила бы она хоть что-то из этого, она чаще всего просто не надевает украшения, либо носит какие-то свои цепочечки и все. Дальше здесь мы видим шкаф. В этом шкафу, я так понимаю, все по цветам разложено даже. Здесь черное, здесь более светлое, здесь цветное. Карин, я тебя не узнаю, это ты так к ролику подготовилась или что? Дальше здесь эти штаны, которые полгода носила я, и она заставила меня их вернуть, в итоге она их не носит. Зато отвоевала. А здесь у нас, друзья, вот такие вот всякие платья. Когда у Карины настроение одеться во что-то элегантное, она одевается вот так вот. Имеется у нас журнал Louis Vuitton. Естественно, когда я постоянно ходила под сумму и выбирала себе всякие вещички, сумочки и прочие изделия. Имеется объектив, который нужно забрать, кстати, я думаю, что он мне пригодится. Прекрасная неоновая подсветка, прекрасная мышка, которую мне подарила бабушка несколько лет назад, и она мне напоминает моего первого бывшего, очень симпатично выглядит. Олень, не знаю, откуда он взялся, наверное, еще один мой бывший. Кстати, эта неоновая подсветка является моей самой любимой, и я думаю, что когда я буду переезжать уже в свою купленную квартиру, это моя мечта, я заберу с собой эту подсветку, которая олицетворяет состояние и мою реакцию на ситуации, на которые особо не стоит обращать внимание. Как бы вы видите, да, что здесь зашифровано, я тоже вижу. Прекрасный ящичек с парфюмом, который я не использую. Тут у нас лежит Versace, уже закончились духи, но стоят для красоты. Духи, которые, кстати, я использовала, когда первый раз влюбилась, а влюбилась я в 12 лет, я вам уже говорила об этом, поэтому сейчас вернусь в прошлое, вернусь просто пипец. Чтобы вы понимали, я не ощущала этот аромат, наверное, больше года. Год назад я в последний раз окуналась в эти воспоминания и вспоминала свои первые чувства. Тут, кстати, даже лежит мой ноготь. Блядь, ребят, вы вырекиньте? Нет, чисто сразу понятно, что здесь была Карина Аркелян. Смотрите, какая у меня была форма ногтей. Я даже помню, как они отвалились, но не буду говорить вам эти подробности. И две коробки от моих старых айфонов. Тут у нас стоят украшения, которые я не использую во втором ящике. Всякие чокеры, которые я не ношу. Всякие подвесочки с шипами, которые я тоже не ношу. Ну, короче, все, что здесь, я не ношу. Уже пару раз заглядывала. Старая подушка с моими фотографиями, которые я раньше делала, у меня были ярко-розовые волосы. Вот такая вот ян. Тут моя первая любовь, немножечко спалю его лицо. Ну и, собственно, здесь все. Со спальней все. Теперь мы идем в туалет, потому что я про него забыла. Вау, здесь просто нереальный плюс вайп, друзья. Мыло, крем, Зелинский. Такие всякие здесь вот так вот открывают. Подожди. Опять Зелинский. Повоскатель для рта, дофига всего. Лаш до того, как он закрылся. Или он открыт, я не знаю, вроде закрыт. Вот эта штука для волос очень классная. Скриньте, запоминайте, всем советую. Я каждый раз, кто приезжаю к Корине, пользуюсь. И самое главное, друзья, второй холодильник в доме, это холодильник в туалете. Здесь у нее лежат средства, которые должны храниться в холодильнике. Но так как ей лень два шага пройти в своей квартире до того холодильника, она хранит все в туалете. Здесь всякие маски для лица. Дофига всего. Стиральная машина. Изредка, но хоть как-то она ей пользуется. Корин, я извиняюсь, реально достаточно токсичности на сегодня. И вот такой вот плюс вайп, за счет чего здесь синий свет. Вот такая подсветочка. Вот такой вот прекрасный альбом с моими старыми фотографиями, которые мне подарили на мой день рождения, по-моему, на 19-летие, если не ошибаюсь, мои дядя и тетя. Вау, тут прям вообще, посмотрите, тут все детские фотки. Это я заберу. Это я точно заберу себе сегодня. Видите, меня всегда оттянуло на татуировки. Я тут уже дельфинчика себе сделала прекрасного. А сейчас у меня, правда, не дельфинчик на этом плече, но кое-что похожее, как вы видите. А тут я уже такая, какая я сейчас. Фотографии есть, даже фотографии с Марьяной Ро, представляете? Смотрите, какая прекрасная фоточка имеется. Дальше мы с вами перебираемся к прекрасной кровати, где я спала больше семи лет. И я тут чувствую себя прекрасно. Вот такой вот мой прекрасный туалетный столик, где тут сразу же моя чудесная фамилия Аракелян с короной. И очень много всяких косметических принадлежностей, которые я не использую. Если крашусь, то крашусь в салонах где-нибудь в Москва-Сити и так далее. Нужно снять нам обязательно с Полиной не только обмен квартирами, но и обмен жизнями, чтобы Полина пожила немножечко в моем теле тоже. И чтобы я пожила в теле Полины. Потому что жизни у нас поменялись. Есть вот такие прекрасные очки. Через которые ничего не видно, но я думаю, что я в них выгляжу замечательно. Быстренько подойдем с вами к шкафу. А, и еще сверху у меня тут есть вот такой вот фон голубенький, который я так и не использовала. Но когда мы переезжали с родителями в Москву, мне папа сразу оборудовал эту комнату, чтобы у меня, если что, был какой-нибудь фон для видосов. Еще моя одежда, которую я очень редко надеваю. Всякие худоки, которые я не использую. Кофточки всякие. Вот эту я бы, наверное, забрала, пожалуй. Чудесная вот такая вот моя комната, в которую я буду возвращаться еще очень долгое время и вспоминать, когда я здесь жила. И если честно, мне не верится, что я так быстро повзрослела, что у меня так быстро меняется жизнь, что я сейчас прям открыто ощущаю трансформацию. Но мне очень нравится приезжать сюда, оставаться здесь и точно так же чувствовать себя как дома. Поэтому, дорогие мои, на этом прекрасном моменте я заканчиваю обзор и Полининой комнаты, и своей комнаты, то есть Полининой второй комнаты. Ну и все, в принципе, обзор закончен. Я считаю, все, что нужно было, я показала. Все, что не нужно было, тоже. И сейчас я дождусь Карину, мы поедим. И я надеюсь, что моя комната вам понравилась больше. Ну, а еще мне будет интересно почитать комментарии под этим видео. Поэтому обязательно пишите, если хотите видеть больше видео со мной, потому что, по крайней мере, сейчас они выходят очень редко. Ну что, мои дорогие, на этом было все. Я хочу сказать вам, вместе с Полиной, вместе с Моникой, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Мы старались сделать его максимально атмосферным. Полина, скажи, как тебе? Понравилось? Было очень непривычно, но да, мне понравилось. Я обязательно пересмотрю, что-то там наговорила про мою квартиру, потому что, в принципе, здесь порядок как бы остался. Я рада, говорю тебе спасибо за это. Ну и, собственно, ролик, я уверена, получился крутым. Не забывайте про 20 тысяч лайков и, собственно, подписываемся на мой канал, подписываемся на социальные сети и отправляем в директ то самое слово, которое мы для вас спрятали. Ну, а с вами была Карина и... И Полина. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok